очагов тв представляет кто вас рассмешил перед вами были очень интересные укропа были укропа это что такое растение у вас вы вы что-то выпили даже у вас галлюцинации что вы с растениями разговариваете классно понимаю понимаю да что вы мухоморчики штябкали вы мухоморчики штябкали нет а чтобы мухоморчики даже не знаю что мухоморчики я понимаю человек не знаю что мухоморчики а а или 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 ты клей нюхали он наверно токсикоман блин отбила не только блин это самое мозги блин но оно и вообще восприятие ты токсикоман нет ну говори чего ты молчишь чё ты завис чё ты завис ответь на вопрос ты токсикоман или мухомороман кто ты не ну это понятно сразу было понятно что это это фанат это фанат он подгорает естественно сразу очковая тема это российская очковая тема это российская они без этого не могут жить он без слова очко слушать или у тебя что какие-то проблемы тебя бойфренд бросил на тихо тихо но не не ругайся матом чего-то но ведь он переходит на мат он знает что когда человек ругается матом я его слушать не буду разговаривать он естественно не может он плабый вообще и наверняка я кстати не удивлюсь если вот это чмо он еще и типа типа блогер какой-нибудь вылазивающий на поверхность я не удивлюсь этому слушайте таких полудурков сейчас половина эфира российского забитого такими полудурками о чем с ним говорить все чувак идешь след за русским военным кораблем понятное дело а куда еще он идет только туда безусловно добрый ночь привет хочу вашей о чем тут общаются о войне конечно а вы что не вы не понять я до политика война так просто всякого буду здесь хватает просто конечно вы вы из какого города из москвы в москве сейчас да да а правда что еще один беспилотник прилетел уже какой по счету снова ударил москва сити но это же было вот сейчас это было дня два-три назад да так и сейчас еще прилетел а ну я блин не смотрел зомбоящик может и прилетел не ну чё зомбоящик тут ни при чем когда у вас рядышком где-то в режиссер беспилотник вы поймете что зомбоящик это как бы совсем из другой оперы нет это же не пропаганду я говорю я говорю реальные вещи где я это такое расстояние большое а вы далеко от москва сити ну как вам сказать и станции 34 слушать а вы знаете что пригожи пригожина путин замочил ну пока же это еще не доказано ну как бы ну как пока там останки тел не идентифицированы а когда их идентифицируют не значит что это выдадут на гора это может быть не доказано и через месяц и через год вы же понимаете березовским так же поступили какие но вот видите а пригожин ведь герой россии его он он когда шел своим маршем на москву его народ поддерживал цветы дарил говорил мы с тобой давай и так далее нет ну понимаете это дело в том то что москвичей большая часть москвичей против пригожина конечно вот понимаете есть слова у слова есть синонимы вот примеру слова такое есть пролетарий вот у него хорошее слово это человек из народа вот как путин всегда говорит про себя я человек из народа там мои родители были рабочими и а еще если этого слова плохое слово быдло понимаете вот пригожин я не знаю возможно он там какой-то друг путина но что я о нем знаю я знаю что они образованы во первых его деятельность это же она же походить какая какая деятельность в чем заниматься чувака заниматься убийствами заниматься это наемники для меня это я с вами абсолютно согласен но ведь путин тот кто его ему и давал деньги на это все не ну как вам сказать путин то считается террористом номер один вы знаете конечно не только террористом номер один вот кому вот вот год назад вот нам вот сказали бы с вами что он будет террористом номер один я бы не поверил вы знаете он террорист номер один то есть и бен ладен то там бы были он выше и всех можете себе а вы а вы а вы реально сейчас в россии находитесь да я москве и вы не бои какой какая медстанция метро слушайте что мне бояться если я говорю то что говорит весь мир я же его не обозвал не сказал что это я говорю то что говорит весь цивилизованными но у вас у вас у вас за эти слова сажают тюрьму вы не знали за то что я говорю то что объявила гага гагу что они преступник нет я я-то согласен с гагой но если вы говорите против своей власти у вас по статье экстремизм и так далее вас привлекут и посадят нет но если бы я был бы предателем камеры я относился бы к единороссом то все я свободный человек я имею право быть в оппозиции я сам могу решать где мне быть с евросоюзом или с россией не можете если вы россиянин вы не можете отвечать кто сказал что вы это можете решить это право есть такой человек не знает свои права он может так вот я например не голосовал за путина я не считаю его президентом это мое право или хорошо а крым вы считаете частью россии это спорная территория а крым это спорная территория чем она спорно разве нет вы же знаете что вот люди которые выступают на соревнованиях у них нету флага а я думал это не спорная территория я думал это украина если именно поэтому у россиян нету флага нет я имею ввиду то что в данный момент это она там же российский флаг находится так что это временно оккупированная территория украины но вот я про это вам и говорю какая же расходная его заберет тогда будет там флаг украины тогда будет флаг да но ведь это украинская то есть вы осуждаете свою страну за нападение сейчас ее отвоевываете так же нет давайте правильно считать там находятся российские войска сейчас до которые оккупировали в логе значит она оккупированная территория оккупированная да то есть вы считаете что ваша страна оккупировала незаконно крым дальше ну а вы знаете что не так что за это сажают у вас тоже знают в россии за это жают пирму да не сажают за это никого не сажают а вы не знаете как человек выходит с белым листком бумаги его за это нет нет войне сажают а за то что вы сейчас сказали что крым в россии незаконно оккупировала крым да это моё мнение вашим не сажает за моё мнение сажает за пропаганду когда человеку когда человек вышел с листиком нет войне он конца кого-то агитирует или пропагандирует это его мнение нет войне ну-ка как так он же в россии находится и вы сейчас тоже в россии находит это же нормально если я выйду сейчас скажу что я там конечно меня арестуют это нормально вот сейчас в украине также какой-нибудь там не знаю русак выйдет с флагом и скажет это в россии вы же также его я думаю его надо не только арестовать надо будет сразу блин просто посадить по суровой статье потому что он захватчик начнет вывешивать в стране которая сейчас воюет с этим захватчиком это разные вещи вы не сравнивать нет я вам еще раз у вас меня свое мнение есть но агитировать я не могу как вы говорите с трансплантами говорить это заявляет конечно это запрещено а думать то мне никто не может запретить также думать то не может но вы же это оглашаете но что ну я я вам сказал свою точку зрения но я не не агитирую нет вы это заблуждаете здесь права у человека есть его мнение демократия так сказать как вам сказать хорошо а если вы выйдете выйдете с листиком где будет написано крым это украина как вы думаете вас на это привлекут или нет конечно привлекут так а какой же тогда свободе свободе мнения на воде слова вы говорите я живу здесь в этой россии и ну как здесь свои законы у них конституция как я могу идти так далее у кого у них у кого у них вы не в россии даже я я еще раз говорю вы знаете что то такие силовики кого называют силовиками знаете да вот власть у силовиков это как вам сказать вот смотрите вот здесь в россии вот я живу в москве здесь есть силовики спецназ омон там еще структуры какие-то вот они решают эти проблемы вот их вызывают они приходят и там его и вас и вас забирают и сажают в тюрьму вот за такие слова которые вы только что сказали но я же не вышел как вы говорите там на площадь там я же не говорю какая разница как большая вы знаете что у вас людей сажали за репосты в социальных сетях репост он он ничего не агитировали говорил что согласно просто брал этот пост и направлял там другому все это агитация хорошо вы знаете да я задал смотрите знаете что сажали за лайк человек поставил лайк это же мнение он никого не агитировал поставил лайк тюрьму как вы к этому относитесь но это тоже неправильно неправильно я имею как вам объяснить я просто вижу что вы конечно озлоблены вы сейчас по ним понимание совсем другое вот совсем недавно когда бомбили сирию вы также сидели у телевизора и вам все равно было нет я осуждал когда россия начала бомбить сирию я очень сильно осуждал россию за вот я вам говорю что я осуждал и весь мир осуждал когда россия бомбом ковровым бомбардировками бомбила алеппо помните убивая подряд тех гражданских людей там конечно это весь мир осуждал и я это осуждал хорошо вот смотрите вот я вот у меня паспорт российский также вот для меня это не вот для меня это обычный документ не нужно как-то двигаться там уехать приехать на работу строится то все но это я живу в этой системе как вам объяснить и что что вы живете если вы с чем-то не согласны у вас демократическая государство вода слова вы берете и выступаете против того чем вы не согласны но это запрещено так как какой-то на свободе слова идет речь или о демократии кости конституции это разрешено ну здесь это все пресекаются понятно что пресекается естественно за это зажают вас тюрьму вы не можете говорить что крым это не россия потому что вы сядете в тюрьму за это вы не знали я я не знал об этом честно вам признаюсь что прям я думал ну как бы человек у него друг любого человека должно быть мнение свое конечно только в россии вы нельзя высказывать под страхом того что вас отправят тюрьму как говорится предупрежден вооружен да ну да так что вы вы же сейчас в общественном пространстве в чат рулетки вот вас выставят ваше лицо эти слова и вам реально фсб придет его спасать вы не забывайте что еще по национальности не русский это не имеет никакого значения вы россия никакого никакого какое-то имеет значение кто вы по национальности и что и что как это и что и вы и вы думаете что вас как чеченцы не посмеют посадить нет например русский говорит русский же топят час за эту войну я здесь дано вы ведь россияне я себя не считаю дай кадыров кадыров тоже топит за причем если каждого человека свое мнение вы думаете вот сейчас вот вы бомбите вот вы говорите вот москва сити бомбили мы вот сейчас все чеченцы сидим возле телевизора и радуемся потому что нас бомбили русский пусть они помните две чеченские не а это прекрасно сейчас мы наблюдаем за этим как вы белгород толпите как это и мы все знаем вот вот за все надо платить понимает я с вами абсолютно согласен но например сегодняшняя власть чечни ведь так не считает официальная власть я имею ввиду кадыров и все его приспешники понимаете вот сейчас данный момент в лондоне в лондоне в англии существует оно и есть и работа чеченская правительская придет время да что это правительство оно уже понимаете они уже я больше чем уверен они все наверное выучили тангейский язык знают свою работу хорошо конечно придут спокойно сядут на их место и будет работа абсолютно не сомневаюсь но мы говорим о сегодняшнем дне я не сомневаюсь это дело времени но мы пока говорим о существующем осуществующих обстоятельствах правда сегодняшний момент так что это еще поверьте это я думаю доживу еще доживете но мой вам совет вы в чат рулетки не сильно распространяйтесь то нет я не знал хорошо что у меня предупредили но я думаю что это общественно нельзя говорить а человек мнение нет 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 в россии вы же понимаете закон что дышло куда повернуть туда и вышло захотят вас посадить посадить посадит она вам не на потому что спасибо что вы хоть человеком остаетесь вот в отличие я говорю как говорит весь мир вот так совершенно верно я с вами абсолютно солидарно ладно давайте вам успехов да вы знаете человек похоже говорил правду у него первых на самом деле легкий чеченский акцент я бы сказал вы это услышали и такие разумные мысли у него все я его конечно же закрою я вначале думал не закрывать вот но он абсолютно искренне высказал абсолютно про то что он сказал там что крым это спорный это ну по крайней мере так наш разговор повернулся в том смысле что он не имел ввиду что это может быть российский может быть нет он имел ввиду что он пока временно оккупирован россии может быть он не не смог до конца выразить свою мысль но по крайней мере я надеюсь что я правильно вот так вот понял напишите что вы думаете вообще мысли все разумные конечно и горит мы чеченцы не забыли эту войну я имею ввиду первую и вторую чеченские и мы радуемся когда происходит там такие то и такие то события вот и все напишите что вы думаете по этому поводу друзья не забывайте подписываться на мои каналы лайки комментарии распространяйте обязательно и конечно кто хочет подписаться на patreon под каждым роликом есть под каждым видео есть ссылочка все спасибо друзья пока до новых встреч до новых встреч